Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провел заседание Совета округа. Большое внимание было уделено теме СВО. Прежде всего, во всеми субъектами Российской Федерации, расположенными на Дальнем Востоке, оказывается поддержка мобилизованная в снаряжении, в обучении. Далее губернаторы Дальнего Востока получили задание по восстановлению территории, присоединившейся к Российской Федерации в ходе референдума. Они туда выезжают, мы туда выезжаем, мы вместе добиваемся того, чтобы у людей были нормальные условия жизни. Также оказывается помощь дальневосточным подразделениям, участвующим в специальной военной операции. Губернаторы направляют в адрес воинских частей автомобили, квадрокоптеры, тепловизоры, все, что может помочь бойцам быстрее победить. Кстати, присутствующий здесь губернатор Приморского края, один из примеров в этом отношении, он сам регулярно бывает в зоне специальной военной операции, оказывает большую помощь бойцам. Уже отправил туда довольно много автомобилей, средств защиты, тех же тепловизоров и так далее. Мы все этим занимаемся, считаем это очень важно. Также на совете округа обсуждали реализацию национальных проектов. Полпред подчеркнул, что работу необходимо продолжать в любом случае, несмотря на текущую ситуацию. При этом в реализации части нацпроектов уже есть провалы в некоторых регионах округа. По ряду министерств, к сожалению, установленные ими показатели не доходят до установленных указом президента. Указом президента установлено, что к 2024 году все показатели национальных проектов по Дальнему Востоку должны достигать не ниже среднероссийского уровня. Самые большие претензии у нас сегодня к Министерству здравоохранения. Там 19 показателей не достигают среднероссийского уровня. Мы договорились о том, что в течение недели коллеги из Министерства здравоохранения подготовят доклад, в котором укажут, каким образом и в какие сроки они будут выполнять поручения президента Российской Федерации. На заседании Совета Дальневосточного федерального округа были объявлены дальневосточные регионы, представившие лучшие экспозиции на выставке улица Дальнего Востока в сентябре текущего года. Победители выбирали в трех номинациях. Лучший павильон победила Бурятия, высокие технологии здесь Приморья и Камчатка и лучшая культурная программа Республика Саха-Якутия. Анна Дьякова, Новости на восьмом.